добрый день добрый день добрый день добрый день добрый день добрый день с вами интернет канал максимадзе и мы сегодня будем заканчивать проходить хэллоуныбр обычный хэллоуныбр друзья думаю что как-нибудь после хэллоуныбра я снимаю для ностальгии так сказать все альфы беты я в начале 2019 года это делал но там было вообще некачественно как-то поэтому муталь при альфа альфа-1 альфа-2 это я все конечно буду переснимать ладно сегодня мы заканчиваем у нас осталось еще она не пройденная мини-игра это школа давайте ключ возьмем блин как черный кран меня достает блин как мне нравится эта игра такой красочный красивый дом нет только конечно страшно но короче прошлой серии я открыл подвал но туда нам пока лучше не идти не все способности получены о он на улице он меня не увидит прохождение подвала нужны не кое-какие способности две из них мы получили надо третью получить вот в этой мини игре открываем дверь и заходим тут у нас находится школа страх школа прячемся в шкафу и по мне этот страх самый сложный свалил не стала догонять меня вот этот белый манекен он нас ловить должен когда все манекены кроме белого бегают нельзя вообще выходить они нас поймают вообще с легкостью белый манекен катается слишком быстро раза в три быстрее соседа наверно и убежать от него это очень трудно надо подождать пока куда-нибудь он отвлечет эти не получилось вот в страхе складовка там никакие враги никто не мешает мешает только препятствий был еще страх супермаркетом там мы получили способность становиться невидимым нужно для подвала страхи с кладовкой мы получили двойной прыжок тоже важен в подвале и здесь мы получим еще одну способность которая тоже будет важна для прохождения да красные манекены будут нас ловить если случайно если звонки перепутаешь ты задолбала уже меня а не ненавижу эту мини-игру залезай в шкаф это невозможно надо ждать когда этот манекен отвлечется куда нибудь хорошо что он хотя бы шкафы открывать не умеет то вообще бы я бы никогда бы не прошел все время гоняется знамена чтобы чтобы этот манекен куда-нибудь далеко уехал отвлекся это манекен учительница судя по всему красный манекен это ученики видать главный герой испытывал страх в школе там задирались над ним все да и учитель тоже страх кладовкой страх темноты его забирали в кладовке наверное блин звонки перепутал да из одного шкафа к другому надо будет перебегать взлезай обратно эти как он светится еще следующий раз выйдем здесь ненасколько опазывать нельзя так сейчас прозвенит звонок выходим сразу надеюсь манекен за нами не погонится нет погонится да блин ну это невозможно можно попробовать так проскользнуть но нас тоже поймают кто-нибудь из них поймает красный манекен они они медленнее чем белый манекен но их очень много специально еще тут стоит чтобы не вылазил из шкафа ну вообще офигенно бывает часто когда белый манекен где-то застрянет и не погонится за нами это помогает очень сильно но манекен куда-то вообще далеко уехал далеко уехал надеюсь не поймает так джим ай задолбала вот это меня честное слово блин надо было подождать когда она туда в начало уйдет манекен этот собирался куда-то сюда возвращаться и тогда надо было вылезать уже и бежать но теперь все заново бесячий просто страх говорят что самый сложный страх это кладовка я считаю что самый сложный страх то вот это манекен очень быстро бегает убежать от него невозможно если он гонится за нами так манекен на белый там где-то стоит не будем лучше вылезать в этот раз рисковать не был просто раз рискнули наверное лучше подождать когда этот манекен в ту сторону бежит клювец только тогда уже бежать потому что ночей нас про он нас поймает вон еще звонок на звонки не перепутать так это перемена давай теперь урок манекен там до сих пор стоит по ходу и не знаю как я пройду дальше ладно попробуем сейчас еще раз рискнем тогда надеюсь не поймут это невозможно фига я так рискую но это пройти обязательно надо без этого никак не пройти в подвал да блин задолбало задолбало я же говорю как это пройти вот скажите мне как это пройти еще говорили что облегчили все страхи нифига их не облегчили нет невозможно да поймут сечи страхи так тут пишут мне вконтакте потом отвечу не буду рисковать вылазить из шкафа потому что не успею залезть в другой так сейчас нельзя вылезать из шкафа поймает сразу же еще и парты стоят еще друг на друге как-то странно вот это как пройти скажите меня ну как я не знаю да ну прям рядом со мной стоит кстати если я вылез сразу же прям поймаю ну и она не вылезет из шкафа не отойдет не отойдет но фиг знает тогда посмотри к не гонится за нами пусть а пусть там сидит попробуем сейчас убежать еще застрял манекен мне кажется ну-ка давайте-ка звонок еще один давайте звонок все не погонится за мной теперь она ни за что не погонится повезло что застрял между шкафами это реально повезло все теперь можно бежать к выходу это мини игра дала нам способность отталкивается от соседа когда он нас поймает когда он схватит нас так прошли теперь мы можем открыть эту дверь и спокойно заходить в дом опа сейчас испытаем эту способность вы видите можно отталкиваться от соседа все теперь у нас теперь мы готовы идти в подвал пошли мы получили все три способности и год можем идти спокойно в подвал можно кстати обратно вернуться туда но это на случай если не все способности получил почти то же самое в первом акте вернуться назад нельзя было взять нельзя их да тут нет ничего даже замочную с кожаной посмотреть нельзя там тень короче такая вот которая поймает нас собственно говоря вот для чего нужна способность становиться невидимым присев в подвале чтобы вот эта хрень нас не заметила и мы спокойно прошли дальше да блин здесь все то же самое в принципе подвал похож на то что было в акте один только он тут под наклоном как тут здесь также надо выше здесь есть также дверь но у нее нельзя войти с ними туда подойдем там шорохи здесь есть какие то непонятные здесь способность двойного прыжка нам нужна для этого по другому нам никак сюда не попасть способность отталкиваться от всех нам нужно здесь засталкиваться от всех так отталкиваться от всех отталкиваться от тех Ё-моё... Так... Один из двух финальных боссов игры... Гигантский сосед нафиг... Тут опять надо прыгать, всё такое... Так, давайте нажимаем... Чё так прошибло, блин... Так... Вот этот мяч надо взять... Да, вот... Мы в подвал в ту комнату зашли через эту дверь... А теперь тут нет никакого подвала, ничего... В акте один там была дверь с тремя замками... Которую никаким образом попасть нельзя было... Надо вот этот выключатель обязательно включить... Так... По проводам прыгать... Так... По проводам прыгать... Столка мне... Не так и непонятно, что в подвале у соседа находится... А ведь игра о чём? Стелс игра, в который ты пробираешься в дом страшноватого соседа, чтобы наконец узнать, что у него в подвале... И толком не понятно, что у него в подвале... Да, здесь... Неудачно получилось... Да, способности тут остаются... Если изменю выбор актов... Выбрать вот этот финал... То... Не будет никаких способностей... Вот... Присев вот это вот всё ничего не будет... Блин... Можно пройти этот финал... Без способностей... Но двойной прыжок... А... Вообще бы... Не помешал бы совершенно... Так... Вырубаем и быстро прыгаем... Сюда... Накомания... Прямо как это вот... Оооооооо... Вообще афигки... Это просто не встает... Так... Надо вышибить окно... это так надо схватить один из зонтиков у меня получилось это сделать с чудом начать лучше бы у меня второй предмет бы еще был я бы тогда бы наверное смог бы включить этот давайте так попробуем включить наклонил и сейчас не заработает надо еще победить лучи соседа Для начала Затем Чтобы Вот здесь, вот на этих мячиках В третьей бете была отсылка на одного Ютубера, я забыл как зовут его Забыл Забыл как там назвали Значок такой был Вот такой, как у фиксиков А здесь, в полной версии Ничего такого нет, обычный мяч Это один из вариантов Забылки с чем-то в соседах Если бы мы не оглушили бы его Можно его оглушить Также поджечь фейерверк Но и если бы мы его не оглушили Он бы спокойно бы уворачивался От выстрелов Так, теперь мы можем Воздавать Ментос, возьмем На всякий случай 2 Блин, ну что это за баги Повезло, не повезло Ладно, придется полететь газ Застрял зонтик в толстере Ну зашибись Так, кладем сюда Еще раз Блин, там до сих... Зонтик до сих пор никак не... Не обязательно вышибать вот эту фигню Короче, надо опустить его на колени Вот как мы сейчас сделали Чтобы в этот дом попасть Надо попасть в этот дом Если бы мы его не опустили Мы бы не допрыгнули бы до дома Ни каким способом Ай, отлично Вот видите Там можно было взять свечу С помощью которой Можно было поджечь фейерверк Или выстрелить из лука Ну мы попали Давайте уже зайдем в этот дом Так, это последний сон Который нам намекает О событиях Соседа О сюжете намекает Вот эта фигня намекает о том Ах, о том, что у него дочь там закопана У соседа А сына своего он Запер за это в подвале Точнее даже не за это А чтобы полиция ничего там с ним не стала делать И чтобы как-то Не задавали Соседу вопросов Куда делись дети Он напечатал Вот такие вот листовки Что якобы дети попали Так, и теперь Дом, в который мы зашли Это главный герой в детстве Мы можем на голову ему залезть даже И он покатать нас может Да Опять эта теневая Это второй босс в игре Че тут надо делать Защищать Блин, я разбился Зря я прыгнул с такой высоты Так, в эту дверь Выйти нельзя никак Никак Если мы туда выпрыгнем То тоже проиграем Ну где-то иди сюда Блин Каждого удара Удачного Точнее неудачного Для него Мы становимся Больше бразмин И ходить по дому Слово сложнее Давай иди сюда Я помню Куда он Когда расходит Догибаться Генератор У которого кнопки нет Ну и последний удар Вот здесь На верхушке Догибаться Догибаться Да, вот здесь Соседа Как-то даже Жалко становится Говорить тут Нам о том Что Главный герой Победил Все свои страхи И Скрылся Вот от этой тени А сосед Победил Точнее Ту тени А сосед Нет И мы Где Надо было Бороться С тенью То что мы Сейчас сделали Защищали Ребенка Там мы Соседа Защищали И если Весь этот Весь этот Огромный дом Все эти страхи Это все Сон Был Сон В котором Главный герой Поборол Страхи Проезжает Грузовик Пицца С Логотипом Лекс Буква Л Которая Является Отсылкой На Ютубера Лекс Ну и все Заканчивается Тем Как Главный Герой Спокойно Заносит Вещи В дом Которых У него В багажнике И не было Мы когда Приехали Вот в этот Дом Второй Серии У него В багажнике Кроме ключа Ничего не было Оттуда Чемодан И бесконечное Количество Коробок Непонятно Откуда Ну короче Напоследок Расскажу Сюжет Первой части Думаю Мы когда-нибудь В Хэллоу Невер 2 Тоже Поиграем Там Альфы Уже Все-таки Выходит И В общем Жил Был Главный Герой Зовут Некрот У него У него Своя Семья Которую Мы Правда Не Видели Нигде Главный Герой Пшконечная Блит Уже Анимат Хватарить Будет И В общем Был Сосед Теодор Питерсон У него Была Своя Семья Жена Диана Питерсона Дочь Мия Питерсон И сын Арон Питерсон Четверо Человек Жили В том Доме Котором Первом Акте Дети Любили В прятки Играть Все Такое Но Однажды Когда Сосед Вместе С женой Поехал В супермаркет Обратно По дороге Обратно Они попали В автокатастрофу В результате Который Сосед Почти Не пострадал А вот А вот Жена Впала В кому И позже Скончалась В больнице Смерть Мамы Приводит Сына Соседа В ярость И он И во время Игры В прятки Он столкнул Свою сестру С крышей Которая Разбилась Наспорт Сосед Закопал Ее На заднем Дворе Чтобы Полиция Не начинала Расследование И Также Он для этого И спрятал Своего сына В подвале А Для того Чтобы Никто Не задавался Вопросом Никто Не задавал У него Вопрос Где дети Он напечатал Листовки Что якобы Пропали дети Главного героя Он был Другом Детей Соседа И Он проходил Мимо Когда Сосед В очередной Раз Спрятал Своего сына В подвале Он Решил Залезть В этот Подвал И там И сосед Тоже Решил Там Спрятать Его Чтобы Он не Рассказал Все Своим Родителям И другим Но Главный Герой Как вы знаете Выбрался Из подвала Дальнейшие Действия Происходят Спустя Не знаю Сколько Нам не говорят Ну Лет 15 Наверное Когда Главный Герой Вот Квартирки Появляется И Вы Приезжает Вот В этот Дом Который Уже Обетчало Весь Дом Сосед Разваленный Судя По Интернет Источникам Дом У Сосед Соседа Соседа Сгорел После Газовой Атаки Куда Делись Сын Соседа И Сам Сосед Неизвестный Ну Это Нам Раскроет Хэллоу Нейбор 2 Жалко Что Ник Рот В этой Части Не Появляется Там Другой Главный Герой Абсолютно Ну И Собственно Вот Такой Сюжет И Еще Тот Ютубер Который Вот Я Говорю Сделал Хорошую Концовку Где Мы Победили Тени Вместе И Была Катсцена Где Главный Герой Просыпается И К нему Домой Заходит Сосед Уже Седой Весь Такой И Они Рады Видать Видеть Друг 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 И Вспоминают Это Уже С Ухмыл В общем Вот Такой Сюжет Вот Такая Вот Игра Интересная Всем Большое Спасибо За Просмотр С Друг 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 Продолжение следует...